У вас бывало, что вам дарили подарок, и вы предполагали, что это одно, но развернув, вы увидели, что это совсем другое. Он был так запакован, что вы сделали определенное предположение о том, что это. Вы уже нарисовали себе картинку в разуме. Сейчас развернете и увидите эту удивительную штуку. Но это оказались трусы и носки. Вам надо следить за выражением лица, поскольку вы ожидали иного. Коробка была такая большая. И вот вы видите носки и нижнее белье. Но, конечно, сегодня и это ощутимый подарок. Нижнее белье сейчас стоит где-то 25 долларов. Так что это тоже весьма ощутимый подарок. Кто из вас играл в игру, когда нужно угадать, что находится в коробках? Мои дети вчера щупали подарки под елкой. И пытались угадать, что же это. Играли когда-нибудь в такую игру? Но вчера мы позволили моему псу, Бишопу, открыть подарок первым. Он знал, что это его подарок. Он весело вилял хвостом. Мерси купила ему этот подарок, и он знал, что это для него. Он тоже член семьи. Когда Синди входит в дом, она говорит, иди сюда, детка. Хотя это я ее детка, а не наш пес. Итак, что же. У нас бывало, что, открыв подарок, мы обнаруживали там совсем не то, что ожидали. Мы не могли распознать, что это за подарок, поскольку он был не так упакован. Сегодня я хочу поговорить о том, как можно узнать Бога. У людей часто есть проблемы с тем, чтобы распознать, что это Бог. Вам нравится графика названия проповеди? Это словно частички пазла. Мне показалось это довольно крутым. Хорошо, когда дизайнеры — это молодежь. Они многое могут. Я хочу показать вам местописание Евангелия от Матфея, 17 главу, 12 стих. Уловили смысл, да? Итак, тут говорится, «но я говорю вам», что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Ученики спросили Иисуса, «но разве не говорит Писальный, что прежде чем придет Мессия, должен прийти Илья?» Иисус отвечает, «он уже пришел». И далее по контексту мы понимаем, что он имел в виду Иоанна Крестителя. Но поскольку Иоанн пришел не так, как они ожидали, как они себе представляли его приход, они все пропустили. Он уже пришел, но даже ученики этого не поняли, пока Господь им не объяснил. Он сказал, «так и Сын человеческий пострадает от них». Народ и религиозные лидеры не узнали Иисуса, не так ли? Поскольку он пришел на землю не в той упаковке, в которой ожидалось. Кто мог подумать, что он родится в Холиву? Ирония в том, что они всю жизнь изучали Писание, но когда Бог оказался прямо перед ними, они его не узнали. Мы должны принять это к сведению, что мы можем всю жизнь что-то изучать о Боге, но когда Он будет прямо перед нами, возможно, мы даже не узнаем, что это Он. Народ и религиозные лидеры. Они даже знали, что Ему должно родиться Вифлеем. Но, когда Он был там, они Его не узнали, потому что в их представлении Он обладал военной мощью. Они совсем иначе представляли себе избавление. Их мышление было направлено совсем не туда. Хотя они великолепно, безукоризненно знали Священное Писание. Нечто подобное я наблюдаю порой и в христианстве. Бог рядом, но люди, которые всю жизнь христиане, не понимают, что все это время Он рядом. Смотрите, даже Иосиф, когда к нему подошла будущая жена и сказала, «Я беременна, меня посетил ангел, такого точно не ожидал». Только когда ангел явился ему во сне и убедил, что это действительно Божественное дитя, вот тогда он успокоился. Даже Иоанн, креститель, крестя людей в Иордане, нуждался в том, чтобы получить удостоверение от Бога. «Услышьте меня!» Это важно. Иоанн был исполнен Духа Святого. И даже будучи в очреве матери, он подпрыгнул от радости, когда вошла Мария. Христос тогда был еще совсем крошечным в ее животике, но Иоанн уже тогда его узнал. Он сам был еще в очреве матери, но узнал, что в комнату вошел Господь. И будучи на реке Иордан, когда подошел Иисус, он сказал, «Вот агнец Божий». Он узнал его. Но потом закрутились жизненные обстоятельства, пришли трудности, которых он, возможно, не ожидал. И когда все пошло не так, как он ожидал, он оказался в темнице, и вот он задумался, «Что-то я ничего не пойму. Может нам ожидать кого-то еще?» Интересно, что в один момент ты можешь быть полностью уверен, а при других обстоятельствах уверенность куда-то девается. «И ты больше не можешь узнать Бога». Избавление и помощь от Бога. Я дам вам сегодня три важные мысли. И вот первое. Зачастую помощь и избавление от Бога приходят к нам не в той упаковке, которую мы ожидаем. Могу я услышать ваши «Аминь»? Они приходят не так, как мы себе это представляли. К примеру, возьмем нашего президента. Это избавление для народа пришло в совершенно не той упаковке, в какой ожидалось. Ведь так? Мы имеем президента, который из всех президентов нашей страны самый лояльный к христианам и христианским ценностям. Он борется с гонением на христиан по всему миру. Он делает для христианства больше, чем любой президент до него. Но этот знак, этот дар упакован в абсолютно неожиданную обертку. Я называю его Кир. Мы читаем о царе Кире в Библии. И это не был такой уж благочестивый душка-царь. Кир завоевал царство, но потом к нему обратился Бог и сказал, «Кир, ты поможешь моему народу отстроить мой храм». Он помог евреям, помог им отстроить их храм, но он был не похож на Божий народ. И сегодня мы имеем то же самое. Упаковка неожиданная. Но посмотрите, что через него делает Бог. Та же ситуация со мной и моей женой, когда Синди молилась о том, чем ей заниматься по жизни и с кем связать свою жизнь. Она явно не представляла меня. И я ее не ожидал. Так происходит у многих людей. Христиане говорят, «У меня есть представление о том, что я хочу. Мой человек должен выглядеть так. Рост такой-то красивый. Или красивый. Зарабатывает столько-то. Возраст такой-то. Живет там-то, работает там-то. Они составляют список атрибутов человека, кого хотят видеть рядом с собой. И когда Бог посылает им их человека, они его не узнают, потому что утонули в своих представлениях. Нужно быть осторожными с этим. Я не ожидал Синди, но я так счастлив, что со мной именно она. Мои ожидания были гораздо ниже. Бог послал мне намного лучше, чем я мог ожидать. Так же и с нашим домом мечты. Сейчас мы, Синди, живем в нашем доме мечты. Мы не знали, что это будет наш дом мечты, но когда дом был построен, мы поняли, что это он. Но то, как мы к этому пришли, упаковка этого подарка от Бога. Она была вовсе не той, какую мы ожидали. Вы знаете, что когда кажется, что весь мир вокруг вас рушится, это Бог готовит вас, чтобы дать вам новый уровень, чтобы поставить туда, куда он хочет. И все это завернуто в такую обертку, что мы не способны распознать. Друзья мои, мы должны быть внимательными. Мы не должны заранее рисовать в своем разуме, как именно Бог нам поможет, и кого Он будет использовать для этого. Не надо заранее репетировать в мыслях, как это будет, потому что в таком случае вы пропустите действия Бога. Итак, следующая мысль. Не стоит отвергать помощь от Бога только потому, что она пришла. Не так, как мы этого ожидали. Многие отвергают помощь Бога, потому что ожидают, что Бог поможет им каким-то иным образом. Я приведу вам пример, рассказав одну историю. Посмотрите на плакат. «Как спастись при наводнении». Нам необходимо повесить этот плакат на видном месте на стене в гостиной. Ведь мы живем в Луизиане. Я расскажу вам историю об одном человеке. Он услышал, что надвигается ураган. Название урагана было «Ураган Откровения». Всюду в новостях говорили о том, что надвигается великое бедствие. И надо выбраться оттуда. Этот человек спросил Бога в молитве Божьей, «Что ты желаешь, чтобы я сделал? Спасешь ли ты меня от наводнения?» Бог ответил ему, «Да, я спасу тебя». Этот человек успокоился, «Ну, все, Бог сказал, что спасет, значит, можно сидеть спокойно». Начали приезжать военные, государственные службы спасения, и все они говорили о том, что нужно срочно эвакуироваться. Но он отвечал им, «Нет, Бог проговорил ко мне. Он сказал, что спасет меня, поэтому я буду просто ожидать». Его было не убедить, и они уехали. Вода начала приходить, уровень воды поднимался все больше и больше, и вот в доме уже было полно воды. И вдруг подплывает местный корабль спасательных служб. Его начинают звать на борт, «Скорее к нам, это ваш единственный шанс спастись». Но он ответил, «Нет, мне Господь обещал, что Он спасет меня. Так что я буду ожидать спасения от Господа, и к вам на корабль не пойду». А наводнение лишь набирало обороты. И, как сказано в этом плакате, нельзя оставаться на чердаке. Так вы можете оказаться в западне. Нужно взобраться на крышу. Он взобрался на крышу, но не позвонил 911. Он просто сидел и ждал, пока Бог его спасет. Через какое-то время в небе показался вертолет. Они спустили ему корзину со словами, «Садись в эту корзину, мы вас затянем на борт. Ваш дом скоро полностью потонет. Это ваш единственный шанс, иначе вы погибнете». А он ответил, «Нет, мне сам Бог сказал, что Он спасет меня». Им пришлось оставить его в покое. И вот они улетели. И воды поднимались все выше. Дом пошел под воду. Он погиб и утонул. Попав на небеса, он немного поник, потому что считал, что Господь сподвил его. Он сказал, «Господи, я не понимаю. Я ведь точно знаю, что ты пообещал мне, что спасешь меня». Господь взглянул на него и сказал, «Я трижды пытался спасти тебя, но ты не хотел». Так часто в нашей жизни помощь от Бога прямо у нас под носом, «Но так как мы ожидаем чего-то другого, мы не узнаем, что это его рука». А потом делаем Бога. Виноватым во всем. Не стоит отвергать его руку помощи. Послушайте, не стоит отвергать помощь от Бога только потому, что она пришла не так, как мы ожидали. Но и последняя на сегодня третья мысль. Мы должны осознавать, что мы сами Божьи руки и ноги, чтобы приносить помощь другим. Точно так же, как Бог использует людей, чтобы помочь нам, мы должны помогать другим. Давайте я расскажу вам еще одну историю. Перед нами старик, сидящий на пороге дома. Это своеобразная притча, подобная той, что я рассказал до этого. Она тоже имеет смысл. Притча об одном вдовце. Всю свою жизнь он любил Бога, вот посмотрите на него. Он остался без семьи, его жена умерла, он жил, почитая Бога и любя Господа. И вот однажды, холодной зимой, он был в своей постели. Это был канун Рождества. В эту ночь Бог послал ему невероятный сон. Наверняка каждый из нас видел какой-нибудь яркий сон в своей жизни. И вот он спит и видит сон от Бога. В этом сне Бог отчетливо сказал ему, «Завтра, в Рождество, я приду и посещу тебя. Ты был верен мне всю свою жизнь». Видели когда-нибудь что-то подобное? «Я приду к тебе в гости», сказал ему Бог. Человек проснулся с чувством полного восторга, ведь его собирается посетить сам Господь. «Что бы делали вы, если бы знали, что вас собирается посетить сам Господь, сам Бог?» Он везде навел порядок, приготовил самый вкусный обед, взял лучший стул и поставил его рядом с камином. Он положил на стул мягкую подушку и сказал, «Это место я приготовил специально для моего Господа». Второй стул он поставил напротив. «Сяду здесь, чтобы мы могли общаться». Он приготовил очень вкусный обед и накрыл стол. За столом он также подготовил почетное место для Господа. Он тщательно готовился к их встрече. И вот, где-то в полдень, когда все уже было готово, он услышал стук в дверь. «О, это мой Господь, Иисус». Он подходит к двери, открывает, а там стоит маленькая девочка, вся в слезах. Она где-то отстала от своих родителей. Они жили в том же городишке. Они пошли за покупками, а она потерялась. Она играла и потом не смогла найти родителей. Возможно, они зашли в какой-то другой магазин. Она не знала, что ей делать. А потом увидела этот милый домик и решила зайти. Он открыл на ее стук, и когда он открыл, она сказала, «Простите, дяденька, я потерялась». Она была вся в слезах и дрожала. Он посмотрел на пальто и ботинки. На улице было холодно, но если я уйду, подумал он, чтобы помочь этой девочке, что если пока меня не будет, придет Господь. Он же пообещал, что придет, что если он придет, когда меня нет, «Но не помочь я тоже не могу». Он надеялся и взял девочку на руки. Они шли по холодным улицам и, наконец, нашли ее родителей. Их радости не было конца. Они благодарили его от всего сердца, но он знал, что ему нужно торопиться домой. Они хотели угостить его кофе, но он быстро откланялся и сказал, что ожидает дома важного гостя. И вот он ждет дома, уже после обеденное время и никого. Он смотрит на часы, а за дверью никого. И вот где-то в 6 часов он, наконец, услышал стук в дверь. «Ясно!» Господь решил прийти на ужин. Он подходит к двери и открывает ее. Там стоит бездомный. Он был плохо одет и совсем замерз. «Простите, сэр. Я увидел у вас свет, увидел дым из вашей трубы. Можно у вас погреться и выпить горячего чая». Старик пригласил его войти. Он прекрасно понимал, что бездомный голоден. «Он обернулся на стол. Я ведь все это приготовил для моего Господа. Хотя этот человек реально голоден. Вы голодны?» «О да, было бы неплохо немного перекусить». Они сели напротив друг друга, кушали и при этом беседовали. Затем бездомный сказал ему, «Спасибо за все, мне пора». Старик сказал ему, «Давайте, я дам вам мое теплое пальто и теплые ботинки. Снимайте ваши дырявые вещи». Этот человек был несказанно благодарен ему за такую щедрость. К тому моменту было уже часов восемь. Он знал, что в полночь Рождество закончится, поэтому недоумевал. «Что же случилось? Почему Господь опаздывает?» И вот в десять часов вечера он услышал очередной стук в свою дверь. «На этот раз это точно Господь!» Он просто не хотел, чтобы его кто-то видел. И вот он открывает дверь, и там стоит его сосед, живущий на той же улице. Он увидел, что сосед чем-то очень расстроен. Он спросил, «Что случилось?» Тот ответил, «Моей жизни очень непростое время. Я потерял близких, и мне так одиноко. Мне просто нужно с кем-то поговорить. Я подумал о себе». Старик взглянул на стул у камина. «Я же приготовил его для Господа. Этот стул предназначался моему Господу, но он пригласил соседа. Усадил его на стул, приготовленный для Бога. Он сел напротив и слушал, как тот человек делился своей болью. Он ободрил его, помолился с ним, затем подарил ему Библию. Потом они обнялись, он сказал, «С тобой все будет в порядке». Сосед ответил, «Я так рад, что пришел к тебе». Когда он ушел, старик взглянул на часы. До полуночи оставалось всего пять минут. Вскоре послушался бой часов. Бум, бум. О, нет, Рождество закончилось. Господи, как ты не пришел ко мне? Склонившись у постели, плакал старик. Он сказал, «Господь, «Но ты же обещал посетить меня, ты обещал, что придешь, и я служу тебе всю мою жизнь, и ты обещал посетить меня». И он услышал голос небес. «Господь сказал ему, «Сынок, я приходил к тебе сегодня трижды, и все три раза я находил в твоем лице друга, того, кто ходит в любви. Нет большего дара, чем любовь. Я так горжусь тобой, сынок. Спасибо тебе огромное». Господь говорит, «Если вы сделали это малым всем, вы сделали это мне». Когда вы помогаете сиротам, и мы это делаем с вами, как церковь, когда помогаете вдовам, и мы здесь помогаем вдовам каждый четверг, когда вы помогаете сиротам и вдовам, когда даете одежду на гимн, и мы это делаем, когда приглашаете к себе бездомных, и мы это делаем, когда вы посещаете тех, кто в тюрьмах, мы делаем это. если кто-то оказался в больнице, мы молимся за них, мы делаем это. Господь говорит, «Если вы сделали это малым всем, то сделали это для меня лично». Тот человек, приглашая к своему столу этих людей, на самом деле усаживал за стол самого Господа. Так часто мы не узнаем нашего Господа, а ведь Он стоит совсем рядом. Бог действует вокруг нас, и Он желает действовать через нас. Давайте же искать Его, и мы найдем Его даже в самих себе. Друзья, Господь повсюду. Давайте не будем забывать, в чем смысл всего. Аминь? Давайте все встанем. Кто получил толчок стать добрее и проявлять больше любви к ближнему? Я хочу, чтобы вы начали с того, что широко открыли глаза и начали замечать. Не проходите мимо нужды, будьте открыты для помощи людям рядом с вами. Это может быть ваш сосед, может быть ребенок, или вообще человек без постоянного места жительства. Услышьте меня. Это может быть ваш муж или жена. Это даже можете быть вы сами. Бог любит вас, и Он желает, чтобы мы с вами ходили в любви каждый день. Без исключения. Если вы были одиноки, пусть больше не будет одиночества. Если вы спрашиваете себя, где же Бог? Он вокруг вас. Он внутри вас. Давайте будем руками и ногами Иисуса в этом мире. И у нас все получится, и мы возрадуемся. И если вы еще не познали Иисуса, давайте склоним головы и закроем свои глаза. Если вы еще не познали Иисуса, Он обращается к вам. Через меня, как старого осла. Если вы еще не знаете Иисуса, то прямо сейчас вы можете познать Его. Все, что вам нужно сделать, это отдать Ему свою жизнь. Протяните к Нему руки, и Он возьмет их. Если вы говорите, пастор, это я. Я хочу принять Иисуса, хочу посвятить свою жизнь Христу. Есть таковые? Господь, спасибо Тебе, мы так благодарны Тебе за эту милость и благодать, которую Ты являешь в нашей жизни. Господь, не позволь нам забывать, что Ты повсюду, что Ты действуешь через нас, используешь нас как свой инструмент. Мы хотим быть Твоими руками и ногами. Открой наши глаза, чтобы мы видели, что происходит вокруг, чтобы мы не были как те религиозные лидеры, которые всю жизнь изучали Писание, но не узнали Тебя. Господи, помоги нам узнать Тебя, позволь служить Тебе, и Ты также служи нам. Мы любим и почитаем Тебя во имя Иисуса Христа, и все доскажут на это Аминь. Воздайте Господу огромную славу Церковь. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас.